Здравствуйте! Мы вновь с вами на Лазурном берегу в Марселе. Завершается еще один этап пляжного сезона. Девятый у мужчин и восьмой у женщин. Мировая серия 13, так называется этот французский опен, который проводится уже в 15-й раз с 1994 года. Я сегодня еще раз внимательно проследил историю мировой серии. И пришел к выводу, что этап Марселе самый долгоиграющий вообще в истории проведения пляжных соревнований. Самый старый из ныне проводящихся турниров. Известно, что мировое турне пляжников стартовало в 89-м году прошлого столетия. Да, но из тех мест, в которых на первых порах соревновались лучшие пляжники мира, Рио, Японская Наршима, Сидней, Испанская Альмерия, на сегодняшний день не осталось ни одного в списке этапов мирового тура. Достаточно большая ротация наблюдается в списке турниров каждого следующего сезона. Есть, конечно, такие столпы, как Швейцарский штат, Кладенхурт, Ставангер. Однако и на их фоне Марсель это старейший и самый стабильный этап мирового тура. У нас на очереди финалы. Сначала женский, затем мужской. Многие лидеры в Марсель, как известно, не приехали, поэтому состав финальных пар получился весьма оригинальным. И вот сейчас мы будем с вами наблюдать, как бразильянки Антонели Толита будут разыгрывать первое место в этом решающем поединке с австрийскими сестрами Швейдер. Вот они на ваших экранах, в красных топиках и в желтых, с противоположной стороны сетки бразильянки, меняются сторонами площадки девушки. Таковы результаты жеребьевки, проведенной перед началом этого поединка. Ну и температуру, видим абсолютно чистое небо над Марселем, белый песочек. Температура не такая уж страшно жаркая, как у нас в России, по большей части, но в Москве тоже точно. 28 градусов воздуха и 29 градусов температура песка. Ветер совсем-совсем не сильный для здешних мест. 11 метров в секунду всего лишь навсего. Это, конечно же, абсолютно не страшно. И в игру пляжников особо никаких корректив вносить не придется. Ну и, кстати, песок поливать не приходилось на протяжении сегодняшнего, во всяком случае, соревновательного дня организаторам, поскольку он не настолько раскален, как это иногда случается. Так что и ступить-то на него больно. Больно. Финальный матч стартовал. Обменялись команды выигранными очками. Бразильянки сравняли счет. Чисто в защите сыграла младшая сестер Швайдер. Вот она более скоростная, она блокирующая в составе своего дуэта. Это Стефания. Первый номер австрийского дуэта. Стефания Швайдер. На полтора года моложе своей сестры Дорис. Соответственно, девушкам 25 лет Дорис Швайдер. И 23 Стефания. Уже сравнялась. Это лучшее выступление швейцарских пляжниц в нынешнем сезоне. Чего не скажешь об их соперницах. Из Бразилии они регулярно пробивались на всех предыдущих этапах. Всех семи. В решающей стаде соревнований в полуфинальную четверку. Но побеждать им пока еще не приходилось в нынешнем сезоне. Он сказал о том, что сравнительно оригинальным получился состав финальных пар. У мужчин и у женщин. У мужчин, как известно, золото. Марселя разыграют китайцы Ксюлу против Латышей Плавеньша и Смеденьша. Хотя справедливости ради, надо сказать, что дело, наверное, здесь не только в отсутствии лидеров, фаворитов всех практически турниров нынешнего сезона. Из Америки, Германии и Бразилии в том числе. В конце концов, ведь в норвежском Ставанделе месяц назад присутствовали все сильнейшие, вся пляжная элита. А финал, несмотря на это, разыграли между собой немцы Клемперер-Корринг и норвежцы Спинангер-Скарун, скажем. Так что лишний раз мы убедились, что количество элитных пар в бичволе весьма велико и в какой-то момент кого угодно может прорвать, и тогда мы видим новых чемпионов. Другое дело, играть стабильно на самом высоком уровне, как это делают те же Дальхаузеры Роджерс или Брин Крекерман или ведущие бразильские дуэты, которых, кстати, сейчас мы наблюдаем не так много, как в прежние годы, имею в виду, естественно, сильных, классных. Дуэтов в Бразилии стало поменьше, как мне кажется, на особенного мужчин, и, как итог, лишь одна победа в нынешнем сезоне, которую одержали бразильские пляжники Харли и Педро, как мы помним, отключились в Шанхае. Спускалась сейчас судья из Австралии для того, чтобы главный арбитр на вышке – женщина, для того, чтобы точно посмотреть, куда приземлился мяч. Зафиксировала аут у бразильянок, отдала мяч, соответственно, австрийским сестрам, и игра продолжилась. Последовала подача в аут, и теперь 5-4. Бразильянки имеют минимальный перевес. Конечно, фаворитки этого финального поединка – это Антонелли Италита. Номер один посела в Марселе, подтвердили свой класс. Устер только 12-й рейтинговый номер был здесь, в Марселе. Но на этапе, если вспоминать... Сравнительно недавние и минувшие соревнования турниры на этапе в штабе. Помните, в матче за третье место против питаянок Ксючен и Цханкси, в Марии Антонелли случилась травма шеи. В начале тайбейка это произошло, когда счет был уже 3-0 в пользу Антонелли и Италиты. Достаточно редкое, конечно, это повреждение в волейболе, что пляжном, что классическом. Мы привыкли к тому, что обычно волейболисты получают травмы конечности рук или ног, там подворачивают стопы, как это вчера, к сожалению, случилось, кстати, с нашим Тарасом Хтеем, кто смотрел полуфинальную игру наших против сербов. Прекрасно помнит, что в конце третьей партии, на середине третьей партии, точнее, Тарас наступил, пытаясь заблотировать атаку соперников на ногу своим товарищу Дмитрию Мусерскому. Их перевалился в результате от страшной боли аж на сторону соперников. Достаточно долго приходил в себя и учил, к словам комментаторов, специалиста волейбольного Павла Борща достаточно серьезную травму глинастопа, но иначе и быть не может, конечно, при таком вот роде повреждении. Поэтому играть сегодня в финал против бразильцев он не будет. Ну, такой волейболь случается достаточно регулярно. Что касается... Что касается травм шеи, это, конечно, достаточно редкий случай. Но вот эта самая травма, растяжение мышц, во-моему, шейных, помешала выиграть в итоге Антонелли и Толити. Тот самый бронзовый матч швейцарского Грандслэма. Но, как видим, Марии довольно быстро удалось поправиться. И здесь она играет так ни в чем не бывало уже спустя две недели на этапе на опене в Марселе. Сейчас сестры Швайдер вынуждены были взять минутный тайм-аут. Уступают они в первой партии финального поединка. Пока что с разницей два очка. Ну, мы, конечно, не устаём восхищаться всеми этими замечательными планами. Красот лазурного берега. Да, игра продолжилась. И счёт-то был не 7-5, а 7-6 всего лишь. Я не рассмотрел цифры на табло. И в результате сейчас счёт австриячки сравняли. Смерный сторон при счёте абсолютно равном. 7-7 произошло. А вот уже за счёт удачного блокирования младшей сестёр Стефании на наших экранах удалось сёстрам Швайдер вырваться на очко вперёд. 8-7. Ну, они, в общем, со старта лидировали. 1-0. Затем передали браздоправление, что ли так можно сказать, соперницам. Но больших отрывов пока что в этом финале ещё не случалось. Ну, собственно говоря, матч только-только начался. Сейчас счёт в очередной раз сравнялся. 8-8 на подаче, как самая, Мария Антонелли. Защитница состава этого бразильского дуэта. Толита работает на блоке. В нашей охране Дорис Швайдер. Старшие сестёр. Это она здорово в защите сейчас подработала. И дальше обманным накатом под самую сетку уложила этот мяч. В результате увеличивается преимущество до двух очков уже. Австрийские пляжницы. 10-8. Тоже можно сказать, что захватывают в каком-то смысле лидерство и инициативу. Лидерство не в каком-то самом прямом смысле. Вот насчёт инициативы ещё надо посмотреть, конечно. Но учитывая, что совсем недавно уступали. 7-8. Нет, 6-7. Бразильенко. Это в самом деле что-то такое произошло. На площадке. За последние минуты. Что позволило австрийским сёстрам вырваться вперёд. Отличная атака на Стефании. Силовая по ходу. Вставляла в защите руки. Амария Антонелли. Но обработать мяч не смогла. 11-9. Стефания будет подавать. Первый номер австрийского дуэта. Мяч летит точно по линии. Как по линейке. Не просто было справиться с этим приёмом Талити. Но она сделала всё удачно. И затем ей повезло в атаке. И, безусловно, мяч, скачив от троса, свалился в незащищённое место. На стороне соперниц. Таким образом, у нас технический тайм-аут в первой партии по счёте 11-10. Проходит сёстр Швайдер. Дают бой. Как и следовало ожидать своим соперницам. Сегодняшним фаворитом. Из Бразилии. Напомню, как продвигались на опене в Марселе. Два этих дуэта. По турнирной сети. Что касается Антонели и Талиты. То они весь путь свой турнирный прошли здесь чисто. Без поражений. Пять матчей, пять побед. Включая вчерашний полуфинал против Хэнзель Монтаньоли. Ещё одного австрийского дуэта. Кстати, Хэнзель Монтаньоли, как вы знаете, сегодня матч за третье место свой выиграли. У Голланды Кайзер Иван Ирсель на тайбрейке 16-14. Ну а сёстры напротив, проиграв уже во втором раунде, Мария, Клария и Кэррол, также бразильянкам, провели в общей сложности уже восемь встреч. В Марселе при этом четыре из них выиграли на тайбрейках. Что наелись по полной программе. Стрелящики сил может, в общем, и не хватить на этот финальный поединок. Ну, с другой стороны, к пляжникам и пляжницам не привыкать к тяжелейшим схваткам, к марафонскому таким сериям. Вот что значит, они случаются, эти серии, когда проигрываешь на ранних этапах соревнований, в первом круге, в втором. Затем, попав уже в сетку лузеров, приходится проводить по 3-4 матча в день, чтобы подняться на поверхность, на, что называется, 2-х матчей в день.